Традиционный для детско-юношеской библиотеки имени Сергея Никулина фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья лучики надежды состоялся в рамках федеральной программы «Синяя птица». В фестивале приняли участие школьники из района в республике, а также воспитанники специализированных образовательных учреждений. Это фестиваль праздника, праздник, который нас всех объединяет, объединяет всех детей нашей республики, праздник, который дает возможность пообщаться, увидеться, сказать добрые слова друг другу, увидеть, чего достигли в течение года каждый из нас. Я сегодня уверен в том, что каждый из вас сегодня покажет те достижения, которые в течение года он достиг. Очень мы рады вас сегодня видеть в стенах нашей библиотеки. Много среди вас знакомых лиц, вы растете у нас на глазах, мы с вами встречаемся каждый год, в течение года встречаемся с вами. И нам очень приятно смотреть, как вы взрослеете, как вы развиваетесь, как вы участвуете в наших мероприятиях. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний фестиваль пройдет так же интересно, весело и с удовольствием для вас. Участники фестиваля такие же дети, как все, обладающие своим внутренним миром, своими талантами и потребностями. И не инвалиды, а особые дети. В рамках фестиваля дети представили и свои творческие работы. В этом году представлено на фестиваль более 82 работ. Участники 72 человек. Дети сделали очень интересные работы, творческие работы. Здесь и рисунки в разных номинациях. Это лучшая литературная работа, лучшая поделка, лучший рисунок, лучшие выступления, музыкальные выступления. Вот в этих номинациях они будут выступать. Участники фестиваля подготовили интересные номера, в которых проявили свой артистизм и вокальные данные. Выступления были посвящены теме материнства. В своих номерах дети воспевали материнскую любовь к своим детям. Сегодня я буду выступать в день ангела. Будем посвящать маму эту песню. Этот номер кто помогал там в постановке? Этот номер помогал наша руководительница, учительница наша. В нашей республике на сегодняшний день проживает более 14 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями. Более полутора тысяч из которых – это дети. Эти люди нас окружают, и эти люди, как никто другой, нуждаются в нашем внимании и заботе. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова